Надя, меня видно? Коллеги, всем привет! Буквально 5 минут ждем всех, кто откликнулся на сегодняшнюю презентацию. О, все, привет! Еще раз. Да, коллеги, всем приветствую! Буквально 5 минут ждем тех, кто опаздывает. И думаю, можно начинать. Видно ли меня, слышно? Отпишитесь, пожалуйста. О, отлично! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Точно, прям, все, звезда! Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, кто к нам подключился недавно, всех приветствую! Все, сейчас меня долбанет Кондрат, я точно иду. Да, конечно, мы договаривались на то, что начнем в 16.05, чтобы все гарантированно, кто желал, подключились. Как написали ранее, меня хорошо и слышно, и видно. Это отлично. Всех коллеги приветствую! Да, точно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично! Чем больше, тем лучше! Все, коллеги, как договаривались, 16.05 время, всех еще раз приветствую! Как написали ранее, меня хорошо и видно, и слышно, и это отлично. Хочу обозначить некоторые правила нашего взаимодействия. Изначально я расскажу о книге Дейла Карниги «Как перестать беспокоиться и начать жить». В дальнейшем буду рада увидеть ваши вопросы. К сожалению, в процессе на них ответить не смогу, поскольку для меня вебинар проходит впервые, и вот я, как не совсем опытный человек, могу ориентироваться только с ограниченным количеством информации. Поэтому на все вопросы с удовольствием отвечу после презентации. Итак, как я ранее сказала, сегодня мы с вами поговорим о книге Дейла Карниги под названием «Как перестать беспокоиться и начать жить». Дейла Карниги является всемирно известным американским психологом, педагогом и писателем, стоявшим у истоков теории общения. Именно этот человек смог перевести теоретические разработки психолога в своей эпохе, а это начало XX века, в область практического применения. Он разработал собственную концепцию бесконфликтного общения, множество различных курсов по самосовершенствованию, навыкам эффективной коммуникации и выступлений, ораторского искусства и другим, среди которых особого внимания заслуживает искусство гармоничной жизни. Стрессы, волнения и беспокойства всегда были и остаются неотъемлемой частью нашей жизни. Не встретить сейчас того, кто не был бы этому подвержен, можно с трудом. Давление окружает нас абсолютно везде, то есть на работе, в магазинах, в кино, в общественном транспорте, в автомобильных пробках, в очередях. Даже дома, находясь исключительно, на первый взгляд, дружеской и благоприятной атмосфере, мы вместе с тем подвержены также влиянию различных стрессовых ситуаций и беспокойствам. В этом, в данном бестселлере, содержатся проверенные временем методы и советы Дейла Карниги, которые прославили его несколько десятков лет назад. И на самом деле, даже сегодня формулы практического поведения и социальной психологии помогают избавиться от всего, что мешает наслаждаться активной жизнью, победами и счастьем. Наука, как говорил известный французский философ Валерий, это набор удачных рецептов. Именно их и можно найти в данной книге. Это набор удачных, проверенных временем рецептов, как навсегда изгнать беспокойство из своей жизни. Автор предупреждает нас, что в данной книге мы не найдем ничего нового, зато многое из описанного обычно не используется в повседневной жизни. По его мнению, в этой области не нужно искать что-то новое. Все мы знаем достаточно, чтобы сделать свою жизнь совершенной. Наша беда даже не в знании, вернее, не в незнании, а на самом деле в бездействии. Цель этой книги в очередной раз напомнить, проиллюстрировать, направить, пересмотреть и провозгласить множество древнейших прописных истин, а затем дать вам толчок, заставив применить их. В книге «Как перестать беспокоиться и начать жить» автор предлагает нам, читателям, воспользоваться своими идеями, которые он не только подкрепляет теорией, но и сопровождает примерами из реальной жизни. Советов на самом деле в книге великое множество. Мы с вами рассмотрим лишь небольшую их часть. Первый совет – это так называемый совет «Железные двери». По мнению автора, первым и самым главным, что должен знать человек о беспокойстве, является то, что для вытеснения тревоги и своей жизни необходимо всеми силами разграничить прошлое и будущее. Карнеги предлагает установить между ними эдакие железные двери, создав тем самым ерметизированные отсеки сегодняшнего дня. Жить необходимо именно в настоящем, не сожалея о прошлом и не переживая по поводу будущего. В противном случае прошлый опыт и мысли о надеждах будут порождать тревогу и беспокойство. Следующий совет, который нам дает автор – это так называемая магическая формула. Если человек сталкивается с ситуациями, которые связаны с волнением и беспокойством, ему следует прибегнуть к так называемой магической формуле американского изобретателя Уиллиса Кэрриера, которая заключается в следующем. Нужно в первую очередь задать себе вопрос «Что есть самое худшее, что может произойти со мной?» Заранее необходимо будет принять это худшее и примириться с этим, если возникнет такая необходимость. Спокойно подумать о том, какими способами можно изменить ситуацию. Третий совет звучит, как известная крылатая фраза Минэнто Мори. Что под этим подразумевается? Человек должен всегда носить в своем сознании мысль о том, что беспокойство и тревога наносят его здоровью огромный вред, который ничем нельзя восполнить. В качестве примера Дейл Карнеги приводит утверждение о том, что множество деловых людей, не умеющих бороться со своими беспокойствами, умирают очень рано. И это действительно так, ведь тревога заставляет человека нервничать, а нервные клетки организма хоть и восстанавливаются, но не так просто и быстро, как хотелось бы. Чем больше беспокоится человек, тем меньше остается ему жить. Помнить об этом стоит всегда. Четвертым советом автора является позитивное мышление. Чтобы волнение, беспокойство и тревоги одолевали человека как можно меньше, он должен выработать у себя особое умонастроение, способное приносить спокойствие и счастье. Выработать же такое умонастроение можно при помощи позитивного и жизнерадостного мышления, жизнерадостного поведения и самого ощущения радости от жизни. Необходимо стремиться к тому, чтобы в чувствах и мыслях преобладали именно позитивные ноты. Не зря говорится, что мысленные импульсы человека оказывают формирующее воздействие на его жизнь. Совет пятый, который нам дает автор, называется как деятельность. Одной из главных причин беспокойства является отсутствие занятости. Если человек ничего не делает и его мысли ничем не заняты, сознание само может начать генерировать беспокойные мысли, вызывающие тревожные состояния. Хотите избавиться от беспокойства, загрузите себя какой-либо деятельностью. Интенсивная работа и занятость являются лучшими лекарствами, способными изгнать из сознания человека демонов уныния и беспокойства. Шестой совет это замена привычки. Автор рассматривает беспокойство как некоторую привычку, от которой необходимо избавляться. И совет этот он делает следующим образом, то есть заменять вредную привычку на полезную. Необходимо перестать расстраиваться из-за каких-то мелких неприятностей и пустяков. Это и будет вашей новой привычкой. Представляете мелкие передряги, как крохотных муравьев, которые разрешают ваше счастье. И не испытывайте никаких сожалений, избавляясь от них. Следующий совет это низкая вероятность происходящих событий. Скажите, пожалуйста, вы когда-либо слышали о теории больших чисел? Отлично. Отлично, кто слышал. А тем, кто не слышал, я рекомендую почитать о ней в интернете. Этот закон как нельзя лучше подходит для изгнания своей жизни тревог и беспокойств. Как его применять? Просто чаще задавайте себе вопрос, насколько велика вероятность того, что со мной вообще произойдет беспокоящее меня событие. Согласно закону больших чисел, эта вероятность ничтожно мала. К примеру, многие из нас боятся летать на самолетах. Мотивирует это тем, что сейчас много авиакатастроф. Однако, если посмотреть статистику, то в среднем в наихудший год погибает один человек на 3 миллиона. Если же рассмотреть дорожно-транспортные происшествия, в них погибает примерно один человек на 6 тысяч. Согласитесь, разница очевидна и показательна. Следующий совет, который нам дает автор, это смириться с неизбежно. Многие люди испытывают страдания и продолжают беспокоиться даже тогда, когда нечто неприятное уже произошло. Это означает, если вы не знаете, что, вернее, не совершаете это ошибки, учитесь считаться с неизбежным. Что это означает? Если вы не знаете, что изменить или исправить, вернее, если вы знаете, что исправить или как-то изменить ситуацию или обстоятельства вам не под силу, нужно принять это как дать, сказать себе, значит, должно быть именно так и никак иначе и успокоиться. Следующий совет, который нам дает автор, называется он так, ограничитель тревоги. Для обретения контроля над своим беспокойствами необходимо установить их ограничитель, который будет регулировать уровень вашей тревоги. Установить ограничитель, это значит, просто определить для себя какое-то, вернее, определить, создать, вернее, осознать степень и как-то градировать ее, то есть установить определенный предел, за который ни в коем случае нельзя выходить и не давать своему беспокойству преодолевать его. Следующий и последний совет, который я хотела бы озвучить, это интерес к окружающим. Беспокойство одолевает человека зачастую, когда он излишне сконцентрирован на своей персоне. Чтобы нейтрализовать беспокойство, нужно забыть о себе и проявить больше интереса к окружающим людям. Можно ежедневно совершать какой-нибудь добрый поступок по отношению даже к незнакомому человеку. Пусть это кажется необычным и на первый взгляд сложным, зато результат оправдает себя с лихвой. Как несложно заметить, советы Дейла Карниги очень просты в применении. Единственное усилие, которое необходимо приложить, чтобы они начали давать ощутимый результат, это принять твердое решение, перестроить свое мышление в положительном ключе, наконец-таки перестать беспокоиться и начать жить. Коллеги, у меня все. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Коллеги, вам также спасибо. На самом деле да, применяю. Отвечаю на вопрос Артема, применяю ли я на практике то, что я почерпнула из данной книги, да, я применяю. На самом деле большая часть советов применялась неосознанно. И вообще, зачем я стала читать данную книгу? Чтобы убедиться, действительно ли я использую те методы, которые использую, собственно, и правильно ли я это делаю. И хотелось узнать еще какие-то интересные методы по борьбе с беспокойством. Что конкретно ты используешь... Сейчас, минуту. Что конкретно ты используешь, чтобы перестать беспокоиться? В первую очередь это позитивное мышление. На самом деле на все ситуации нужно смотреть с максимальным позитивом. Использую в том числе... Сейчас совет я посмотрю, как он правильно звучит. Минуту. Использую совет второй, как раз который я озвучила как магическую формулу. Задаю себе вопрос, что есть самое худшее, что может произойти со мной? когда ты действительно... Вот сегодня готовясь к данной встрече, я очень сильно волновалась, потому что это было для меня впервые. однако подумав, что может быть самое страшное. Максимум, что вам не понравится моя презентация. Но не понравится эта вещь достаточно субъективная. Для меня самой как-то по сути никакого влияния не будет прямого. это отвечает на вопрос Оли. Далее вопрос Маша. У тебя получилось? На самом деле часть получается, часть нет. Например, по поводу момента моря не всегда получается от всего абстрагироваться и это действительно влияет на здоровье. Я, к сожалению, в этом убедилась. Когда писала диплом, волновалась и были проблемы с желудком. Далее следующий вопрос. Помогать ли советы автора в реальной жизни? я книгу скажу честно прочитала неделю назад и часть помогает. Часть еще не успела реализовать. Поэтому обязательно поделюсь информацией, когда смогу реализовать полностью. Вопрос Галии. по какому принципу выбирается событие для магической формулы, ранжируется ли сфера жизни или берем глобальный тип смерти? На самом деле ранжирование, на мой взгляд, определяет для себя каждый. Зачастую это какие-то повседневные трудности, повседневные проблемы в первую очередь. А глобально мы зачастую задумываемся только когда припрет. Грубо говоря. В книге есть такой пример, что человек буквально на волосок от смерти, то есть ему врачи сказали, что вот вам осталось жить буквально полгода. он подумал, что меня кроме собственно смерти больше ничего не ждет, значит стоит расслабиться и собственно получить за эти полгода максимум. В итоге он чудесным образом выздоровел. То есть он стал проще относиться к тем вещам, на которых обострял свое внимание, стал больше уделять времени семье, получать положительных эмоций и собственно это повлияло на его выздоровление. Спасибо коллеге за приятные отзывы. Спасибо, очень приятно. Смириться неизбежно. Смириться мне это очень помогает. Действительно. Просто мы зачастую слишком много значений придаем тем вещам, которые по сути не нужно придавать. И проблемы иногда занимают огромное количество времени. В книге я сейчас я рассказала только о десяти способах. в книге описывается допустим также способ борьбы с бессонницей, если вы мысленно проговариваете какие-то проблемы. Об этом также можно прочитать в этой книге. Что лучше у тебя работать сейчас? На самом деле у меня всегда, кто меня знает, у меня всегда работает позитивное мышление. Я стараюсь какие-то негативные моменты по жизни вообще не выносить и вообще и себя программировать на то, что в жизни и так много всякой ерунды и нечего себя грузить этим. Наташа Михайлова, сейчас минуту. Сама книга легко читать? Да, легко. На самом деле очень быстро читается и рекомендую ее читать именно в печатном виде. Вот, сейчас покажу, она у меня с собой в печатном виде, потому что даже сам автор рекомендует фиксировать, что-то себе записывать, выделять. Вот я любитель прям, возможно, книголюбы меня сейчас там сожгут на костре, но я люблю рисовать в книгах, выделять все, что мне важно. извините. Извините. Далее Юлия Агеева прослушала немного, подскажи первые два совета. Спасибо. Конечно, обязательно подскажу и напомню их. Первый совет это железные двери. Основная мысль данного совета, что необходимо жить текущим днем и получать максимум и делать максимум и совершать максимум поступков именно в текущем дне. Не сожалеть о том, что был вчера, не говорить, что наверное через полгода все будет плохо и тому подобное. сегодня нужно стараться себя выжимать и делать максимум здесь и сейчас. Второй совет звучит как магическая формула. По магической формуле скажу, что здесь при столкновении с какой-то трудной ситуацией необходимо задавать себе вопрос, что самое худшее, что может произойти в этой ситуации. заранее принять это самое худшее и примириться с этим, если возникнет такая необходимость. Далее, далее. Спасибо. Спасибо, коллеги, очень ценно. Спасибо за отзывы. Вопрос Алены. Ты вообще их не берешь близко к душе или просто не показываешь их внешние проявления. На самом деле я бы слукавила, если бы я сказала, что я вообще не беру близко к душе. На самом деле я думаю об этом. Я думаю о многих вопросах, но все-таки стараюсь. Еще есть один совет, то есть не нужно думать о самом событии, нужно искать решение, то есть выход. Когда ты найдешь решение, будет гораздо проще. то есть не говори там допустим все по жизни плохо, а пытаться искать решение этой ситуации. Закладка посередине, ты не до конца дочитал ее. Нет, я кроме как дочитал ее до конца, я еще делаю закладки на самых важных моментах. Точнее здесь первая и вторая часть. Первая часть это объяснение, те магические формулы, о которых я рассказала, а вторая часть это уже конкретно борьба с бессонницей и тому подобное. На самом деле и еще углы закладываю, сейчас наверное прям точно в аду горю. вот так. Да, да, сейчас кому-то там кто прям книги хранит. Ну просто я знаю таких книголюбов, которых книги прям ровные, никаких заломов нет, и для них сейчас кровь по сердцу наверное от этого всего. А, ну да, по сути. Да, Маша, по сути могу. Коллеги, спасибо большое за вопросы. Постаралась на все ответить. Если не ответила, пожалуйста, продублируйте их. Пытаюсь вернуться, пытаюсь просмотреть. Вроде на все ответила. Ну отлично, все свои люди собрались. Ну вот. Есть такие, поэтому спасибо, спасибо. удача в этой борьбе действительно потребуется. Спасибо, коллеги. Давайте тогда буквально три минуты. Если есть вопросы, то, пожалуйста, их пишите. Спасибо большое, коллеги. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем также успехов. Надеюсь, все-таки, что вы прочитаете эту книгу. спасибо. Спасибо. Да, передаю эстафету Медведеву Алексею. И надеюсь увидеть пример книги без подчеркивания закладочек, что прям это спасибо. Спасибо, коллеги. Благодарю за внимание. Всем отличного продолжения дня. дня. Надеюсь, видите книгу, да. Еще раз благодарю коллеги за отзывы на бумаге. спасибо. коллеги за внимание. Всем удачи, отличного продолжения дня. Вижу, что вопросов больше нет. В таком случае свою презентацию могу считать закрытой. спасибо всем, удачи.